МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в прямом эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем живет великий город. Вот наш долг. Я Юрий Зинченко. Здравствуйте! Итак, в эфире программа «Пульс города». Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия. 21 век, Санкт-Петербург сегодня, что это за город и как в нем жить, события, их последствия, явления, причины, люди, их слова и дела. И эта неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими и заметными событиями. Итак, сегодня в программе «Мотор!» Кто крадет и убивает нашу память о блокадном Ленинграде? Без головы. Я считаю, это вообще без ума люди. Куда исчезла с фасада здания Петербургского университета памятная доска, посвященная блокаде Ленинграда? И почему все равнодушно молчат об этом? Верните наших детей. Естественно, рыдала. Я не просто рыдала, я кричала от ужаса. Почему в Европе у российских граждан все чаще и чаще органы опеки отбирают детей? Как противостоять этому и как не допустить это? Петербург, потерять который мы не имеем права. Когда-то здесь была шикарная гостиная, а может быть, бальный зал. Судьба заброшенных петербургских домов. Как вернуть их к жизни? Крестный ход памяти благоверного князя Александра Невского. Около ста тысяч людей, возрождая традиции дореволюционного Петербурга, прошли по Невскому проспекту в честь Дня памяти главного хранителя нашего города. Почему на смену эпохи золотого века Ленинградского театра пришло время театрального фастфуда? Это зарабатывание денег. Что такое чёс гастролёров? И почему театральные кассы города переполнены билетами на антрепризы? Куда ушёл репертуарный театр? Тайны археологических раскопок. Кирпич был в стлое строительного мусора. Во время раскопок на территории Выборгского замка археологи обнаружили находку, которую уже назвали исторической сенсацией. Но начинаем мы с другого события, на которое мало кто обратил внимание, но нам оно кажется знаковым и очень важным. И о нём нужно не говорить и рассказывать, нужно кричать и что-то делать. На днях с фасада здания юридического факультета Петербургского госуниверситета на 22-й линии исчезла памятная доска. На ней 8 известных каждому ленинградцу и петербуржцу слов «Граждане при артообстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Вот помните, мы ещё недавно рассказывали о том, что какие-то подонки забрались на медный всадник и хотели там поджарить шашлыки ради того, чтобы, как говорится, в молодёжной среде хайпануть на своей страничке в соцсетях. И вот теперь исчезла эта надпись, про которую фронтовик Михаил Дудин писал, когда в блокадном Ленинграде кричала каждая стена. Внимание, при артообстреле опасна эта сторона. И вандализм над бедным всадником, и исчезновение блокадного памятного знака это всё признаки одного масштабного и страшного явления, надвигающегося на нас, когда из нашего города вымывается Ленинград, стирается Петербург. И остаётся просто какой-то город с каким-то набором событий в прошлом и с какими-то людьми, просто живущими в этом крупном населённом пункте. А феномена Петербурга и подвига Ленинграда остаётся всё меньше и меньше. В Петербурге есть всего лишь три места, три дома, которые хранят эту память о блокаде, о наиболее опасной при артообстреле стороне улицы. Идею восстановить такие надписи после войны предложил известный ленинградский писатель Михаил Дудин. И с тех пор эти три скромные таблички из семи слов стали важнейшим напоминанием того, через какие испытания прошёл Ленинград, как свидетельство исторического факта. Знайте, помните, смотрите, как на улицах этого города убивали наших ленинградцев. И вот теперь на одну строчку в память о блокаде у нас стало меньше. Со стены юридического факультета Петербургского университета на 22-й линии исчезла жестяная табличка с надписью, обозначающей наиболее опасную сторону улицы. Она исчезла после ремонта. То ли её забыли обратно прикрепить рабочие гастарбайтеры, то ли кто-то украл во время ремонта, воспользовавшись тем, что фасад был в лесах. Шёл косметический ремонт стен. Значит, вот эти леса, и они случайно, конечно, сняли, и не поняли. Может быть, они даже с мусором её выбросили. Ну, не поняли. Раз не знают, не поняли. Эту памятную доску многие петербуржцы помнят. И наверняка даже нынешний президент Владимир Путин, который учился в этом здании на юрфаке, и премьер-министр Дмитрий Медведев проходили мимо неё не раз. Но теперь этой памяти больше нет. Уничтожен, украден, исчез ещё один кусочек, ещё один символ нашего Ленинграда, нашего великого города. То, что вот чувствует каждый человек о нашем городе, об этом времени, об этих людях, которые защищали и жили в этом городе, и что для них вот эта вот синяя табличка с белыми буквами «Граждане при арт-обстреле» это сейчас вот в наше мирное время, это вот не только воспоминания, но и какая-то утрата, какая-то связь, это их жизнь и жизнь нашего города. Эта табличка была уникальна тем, что она была не написана на стене, как это было сделано на Невском-14. Эта табличка была точной копией тех, которые развешивали на домах во время блокады. Она была из жести с белыми буквами. Есть в городе памятные знаки, которым даже нельзя прикасаться руками, только поклоняться. И это был один из них. Ну, я считаю, что это вандализм, потому что это наша история, это нужно помнить, это нужно уважать. Я считаю, что это недопустимо. Бабушку с дедушкой я никогда не видел. И на Пескаревском кладбище там. И поэтому для меня это, ну, что-то такое, что нельзя забыть. Да без головы, я считаю, это вообще без ума люди. Безумство – это вот это, это природа. Пресс-служба Петербургского университета отказалась от комментариев перед камерой, несмотря на все наши просьбы дать оценку произошедшему. Полиция проводит проверку. Но общее впечатление – тихое равнодушие. И это, наверное, даже страшнее, чем сам факт пропажи памятного знака. Потому что такое тихое равнодушие обернется тем, что завтра так же тихо закрасят отверстие в стене, а послезавтра уже и не вспомнят о том, что она вообще здесь когда-то была, что-то висело на стене, но что – никто не помнит точно. А еще через время начнут забывать вообще о том, что такое блокада. И так тихо, постепенно и равнодушно и начинается уничтожение нашей памяти. Ленинград пытались убить в годы блокады. Не удалось. Зато сейчас мы можем не убить, мы можем забыть блокадный Ленинград, что, впрочем, почти одно и то же. Мы, уважаемые петербуржцы и Ленинградцы, обещаем, что будем следить за судьбой этого памятного знака. Мы будем обращаться с запросами, будем биться во все инстанции, во все двери. Мы будем требовать, чтобы эта надпись была восстановлена. Обязательно потом расскажем вам, чем закончатся все наши усилия. Мы сделаем это. Ну и давайте продолжим тему сохранения указанного наследия Петербурга. И вот все мы знаем, в каком городе мы живем. А вот в каком могли бы жить, представляем, очень смутно. А на самом деле это могло бы быть нашей нынешней реальностью. Вот чтобы узнать об этом, нужно пойти в Петропавловскую крепость. Там открылась одна очень интересная выставка. Называется она «Несбывшийся Петербург». На ней представлены самые смелые проекты глобальной перестройки целых кварталов Петербурга конца 19-го, начала 20-го веков, которые по разным причинам так и не были реализованы. И вот давайте посмотрим, в каком городе мы бы могли сегодня жить, если бы все эти проекты стали нашей реальностью. На Марсовом поле могло бы появиться здание Государственной Думы. Конкурс объявили сразу после издания знаменитого манифеста 1905 года. И самым достойным был признан проект архитектора Дмитриева. Если бы его воплотили в жизнь, 75-метровое здание стало бы доминантой в этой части Петербурга. Кстати, российский парламент могли бы разместить и по соседству с русским музеем на Михайловской площади, ныне площадь искусств. А петербургский метрополитен, если бы его строили в начале прошлого века, стал бы надземным. От центрального вокзала на месте Обуховской больницы планировалось провести 11 линий и одну кольцевую магистраль. Вот так могла бы выглядеть станция метро на Лиговском проспекте возле Московского вокзала. На месте канала Грибоедова в конце 19 века планировали пустить трамваи, но потом от этой идеи отказались. Остался только на бумаге и проект концертного зала на стрелке Васильевского острова. В 1899 году архитекторы Шоне и Чагин предлагали насыпать продолжение стрелки для строительства грандиозного сооружения в стиле модерн, которое полностью бы закрыло здание биржи. Ну а самый амбициозный из нереализованных уже советских проектов 400-метровая статуя Ленина, которую планировали разместить на Троицкой площади. Памятник вождю революции все-таки установили, но скромнее и в другом месте, на площади перед Финляндским вокзалом, где он и стоит по сей день. А сейчас сквозь панорамный вид Петропавловки мы видим другую доминанту. Самое высокое здание Европы 400-метровый лахта-центр. Но это уже совсем другая история Петербурга. Но историческое наследие Петербурга это не только повод для восхищения, гордости или привлечения туристов, это еще и большая ответственность. Очень много в городе домов, которые сейчас стоят заброшенными. Вот чтобы дать им вторую жизнь, нужны огромные инвестиции. И правительство города уже предложило программу «Аренда за 1 рубль». Но за такую мизерную аренду инвестор берет на себя обязательство полностью восстановить интерьер особняка или заброшенного здания. Вот заработает ли такая программа? Каковы масштабы этого заброшенного Петербурга? Что мы должны и что можем сделать в нынешних непростых экономических условиях? Антон Цуман продолжит тему. Обводный канал 116, литера А, корпус 2. Недавно выявлен объект культурного наследия. Деревянный дом, построенный в конце 19 века для работников железной дороги. Последние годы он стоял практически полностью заброшенным. Для чего я слово здесь заброшенный? Если мы попытаемся составить хотя бы примерную карту таких проблемных мест Петербурга, окажется, что их не единицы. Десятки. Центр города, Вознесенский проспект, дом Чилищева. Трехэтажный особняк 18 века, перестроенный под доходный дом еще архитектором Пуаро. Теперь в многочисленных лабиринтах проходных квартир можно наблюдать лишь осколки современного быта в перемешку с остатками былой роскоши. Когда-то здесь была шикарная гостиная, а может быть, бальный зал. Теперь тут только гнилой паркет, мусор и забиты еще в советских времен световые окна. И по словам экспертов, это еще далеко не самое печальное состояние. Поэтому аварийный дом три года назад наконец расселили и теперь ищут инвестора. Способного и здание в порядок привезти и уникальным дровяным печам не навредить. Они здесь на особом учете. По словам пресс-секретаря фонда имущества Валерия Герус, инвесторы зданием интересуются, но брать пока не спешат. Изначально, так как дом расположен на участке, функциональное назначение которого позволяет использовать объект в качестве гостиницы, был план использования объекта под гостичную инфраструктуру. Но почему-то заявка инвестора была отклонена. То есть проект так и не был воплощен в жизнь. Теперь здание готовят к очередным торгам. Начальная цена 270 миллионов рублей. Цена элитной квартиры в центре Петербурга. Желающих больше нет. 7 миллионов рублей. Самому участнику по номерам 21 за 7 миллионов рублей. Аукционный зал фонда имущества. Только что на наших глазах с молотка ушел земельный участок в Сестрорецке с расселенным деревянным домом. Такие торги здесь проходят несколько раз в неделю. Но и такого эффективного механизма оказывается недостаточно. И ветхие объекты культурного наследия теперь могут сдавать в аренду. Буквально за рубль. И одним из первых царский вокзал в Пушкине. Один рубль за один квадратный метр на 49 лет. За все здание получится где-то 2, может быть, 3 тысячи рублей. И такая более чем символическая сумма, похоже, теперь единственный способ сохранить жизнь царскому вокзалу. Главное условие – восстанови исторический объект за 5 лет. 100 лет назад здесь сходили с поезда члены императорской семьи и их гости. После революции тут было заводское общежитие. Затем подсобные помещения аграрного института. Краевед Вячеслав Тарасов, который в 90-е был его сотрудником, вспоминает, с каким энтузиазмом разрабатывался тогда план дать вокзалу вторую жизнь. Можно было здесь организовывать встречи студентов, иностранных у нас много студентов и так далее. Здесь можно было устроить кафе, здесь можно было устроить дополнение в том, на этих площадях, музей. Из-за бюрократических проволочек все проекты положили на полку. С тех пор вокзал окончательно обветшал и даже несколько раз горел. Теперь его привели в относительный порядок и подготовили к торгам, которые пройдут уже в этом году. Конюшенное ведомство. Несколько лет назад весь город обсуждал планы инвесторов приспособить его под элитное жилье, не оставив и следа от исторической планировки. Теперь от этих планов город официально отказался. Но долгий поиск компромисса между сохранением и приспособлением исторических зданий, по мнению экспертов, огромный риск с точки зрения бизнеса. Если мы не вернем жилую функцию в центр, не для жилых девелоперов, не созданием предпосылок, чтобы они приходили в центр, они не придут. Ну и плюс ко всему, извините, застраивать новую территорию намного проще, чем возиться с маленьким зданием 4-5 тысяч метров, когда можно один корпус, в поле нормально 20 тысяч метров, строишь, вводишь огромными объемами. Но найти золотую середину все-таки можно. Никольские ряды в таком плачевном состоянии они были еще 7 лет назад. Их тоже планировали приспособить. Настроить пару этажей, застроить двор двумя бизнес-центрами. Все эти годы не утихали споры и обсуждения. И теперь, после реконструкции, он выглядит, как на фотографиях начала прошлого века. А во дворе даже сохранился участок старой мостовой. Вот здесь как бы создается новый, ну, наверное, центр какой-то такой. Новая Голландия, Никольские ряды воссозданы, Мариинский театр. Вот эта зона Коломны, она начинает оживать и притягивает действительно население города, гостей города, туристов. Все это лишь малая часть таких проблемных мест на карте Петербурга. Ожидает спасение дачи Смигродского в Сестрорецке. Ждет согласование проекта особняк Турчениновой на Васильевском. Медленно разрушается бывшая карточная фабрика на Обуховском. Есть множество способов дать забытым, законсервированным или просто заброшенным историческим зданиям новую жизнь. Самое главное – успеть. Пока еще есть, что спасать. Антон Цумов. Пульс города. Плетели дальше. 12 сентября в Петербурге отметили 294-ю годовщину принесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, одного из небесных покровителей нашего города. Для Петра I это было сакральное, знаковое событие. Он почитал Александра Невского как своего главного кумира. И сделать так, чтобы мощи Александра Невского хранились в Петербурге, было одной из его главных целей в эпоху основания нашего города. И в Деволюционном Петербурге это был один из главных церковных праздников. Традиция проводить в этот день крестный ход была забыта после революции. Вот она возродилась только в 2013 году. Праздник в этом году был отмечен особым событием. В Казанский собор доставили из Греции ковчег с десницы святителя Спиридона Тременфутского, одного из самых почитаемых православием святых. В шествии приняли участие около 100 тысяч человек. 100 тысяч. Огромная цифра больше людей на Невском проспекте собирается только во время проведения 9 мая шествия бессмертного полка. Среди участников крестного хода были представители исполнительной и законодательной властей города. Сегодня, когда мы живем в очень непростых условиях, в том числе под просто беспрецедентным давлением недружественных внешних сил, будет уместно вспомнить слова, которые молва приписывает Александру Невскому. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет земля русская. Вы знаете, мне кажется, вот этот девиз, он как никогда сегодня актуален. Это позволяет нам быть единым народом, который чувствует вот эту генетическую ответственность, идущую от Древней Руси за судьбу Отечества, за судьбу нашего города. Ну а теперь о скандалах этой недели. Европейские СМИ продолжают обсуждать шокирующую историю, которая произошла с нашим петербургским врачом Даней. Дело в том, что у женщины, заболевшей раком, органы опеки отняли двоих сыновей, датских подданных. Им показалось, что больная раком женщина не в состоянии ухаживать за своими детьми. На родине ее звали Галина в Петербурге, и вот после переезда в Данию она стала Хелен. И под этим именем обращается к российским дипломатам за помощью. Мы решили узнать все детали этой истории. Ну, во-первых, потому что Хелен наша петербурженка. А во-вторых, подобного рода случаев, когда у наших соотечественников отбирают детей, становится все больше и больше. Вот как противостоять этому? Евгения Альфель поговорила с Хелен и вспомнила аналогичные истории, произошедшие с российскими матерями за рубежом. Я хочу идти домой, я хочу жить с мамой, мамой, помогите мне. Этого мальчика 10 лет назад в Финляндии отняли у российской матери. Шокирующая история Инги Рантелла буквально в эти самые дни повторяется в Датском королевстве. Успешный врач, собственный дом. Все было идеально, пока Хелен не заболела раком. Учителя сына написали в органы опеки донос, увидев женщину после очередной химиотерапии. Сочли, что она странно выглядит. Начались проверки и суды. Летом 12-летнего Матиаса забрали младшего Микаэля. Хелен видит две недели в месяц. По своей сущности, я борец, и меня не сломится. Конечно, когда меня забрали детей, первым делом я бросилась просто... Ну, у меня было отчаяние, и я, естественно, рыдала. Я не просто рыдала, я кричала от ужаса, потому что это невозможно рассказать, передать. А у других забирают... То есть у меня забрали детей, но их отдали отцам. Я хоть знаю, где живут эти отцы, я знаю адрес, я хоть могу и со стороны посмотреть на моих детей. А других забирают просто детей в семью. Называется Плайфамилен. Это семья, которая хочет заработать деньги на детях. Это интервью по скайпу Хелен записала на своем рабочем месте, в больнице, где работает реаниматологом. Она поправилась, но детей ей не возвращают. В общем-то, система очень хорошая, принципы системы в Дании. Очень хорошая, правда. То есть система хочет сохранить, защитить своих детей, датских детей. И даже не датских, и иностранцев тоже. Чтобы, не дай бог, в семье было насилие. Но исполнители этой системы, например, чиновники, они могут все перевернуть с ног на голову и организовать фальшивое дело против тебя. Театр юных зрителей, на спектакль мы ходили все вместе. Племянница Хелен Ольга показывает фотографии последнего приезда тети с детьми в Петербург. Хелен хотела оформить сыновьям российское гражданство, но не успела. Отцам сначала не очень интересовали дети. То есть развелись, тетя оставила себе детей. Они не очень-то и претендовали. То есть не хотели заниматься, не хотели платить деньги, хотя присудили алименты обоим. Потом произошел конфликт, и муж стал претендовать. Скорее всего, даже не на ребенка, а на деньги, потому что тетя хорошо зарабатывает. Теперь 12-летний Матиас живет с отцом и вместо учебы в школе работает на ферме. Но Хелен не будет писать на него жалобы, ведь тогда мальчика могут и вовсе отдать в приемную семью. Финский правозащитник Йохан Бекман дает единственный возможный совет. Как российским женам европейских мужчин не попасть в такую ситуацию? У российской матери отбирают ребенка. Эта фраза уже стала журналистским штампом. Вспомнить хотя бы историю Инги Рантала. Ей одной из немногих удалось отстоять сына. Власти Финляндии обвинили ее в насилии над ребенком. Вернувшись в Петербург, семья устроила акцию у здания консульства. Мальчик порвал свой финский паспорт. Тема ювенальной юстиции настолько сложна и неоднозначна, что и чиновники, и эксперты часто просто отказываются о ней говорить. Для любого родителя изъятие ребенка – это высшая мера наказания. В принятии такого решения всегда есть шанс на ошибку. А это уже петербургская история. Первоклассника Алексея Ростопшина социальные работники забрали с урока в первую же неделю новой школьной жизни. Его мама психически больна, ребенка воспитывают бабушка с дедушкой. Они сами обратились в суд, чтобы ограничить права дочери на внука. Но запутались в документах и вовремя не оформили опеку. В итоге мальчика изъяли и поместили в больницу. Помощь оказалась забрать ребенка, который сидит как арестант пять дней, уже сегодня шестой, а мы его не видим и не допускают нас туда. Людмила Ростопшина пришла на прием в органы опеки. Ей тут же выдали пропуск на посещение внука, который почти неделю провел один, не понимая, что произошло и почему его даже не навещают. Будем рассматривать вопрос о назначении вас в домопеки. Все документы будут оформлены, и мальчик вернется домой. Но кто знает, чем обернется для него эта психологическая травма. Ольга Баранец – общественная уполномоченная по защите семьи. Она открыто критикует скандинавские способы борьбы за права ребенка. И видит опасность в том, что российская система примеряет их на себя. Ежегодно в России из семьи изымается около полумиллиона детей. Вот это понятие сейчас, оно настолько растяжимо, угроза, что под угрозой и рваные обои, и отсутствие спального места, и одежда не того цвета. Но это я беру крайности. Нужно понимать, что ценнее привязанность ребенка с матерью, или вот эти условности, которые накладывают, кем-то разработанные нормативы, которые накладываются на семью. Ее оппоненты говорят, от жестокого обращения страдают тысячи детей. Им будет лучше в приемной семье, и это правда. Но зачастую решение зависит от конкретного сотрудника органов опеки. Один вникнет в проблему и подскажет, как сохранить семью, а другой напишет отписку. И тогда больше всех пострадает сам ребенок, который, как первоклассник Алеша Ростопшин, вместо школы и новых друзей получит бокс инфекционного отделения и разлуку с родными. Евгения Альтфельд, Пульс города. И вот, как стало нам известно, буквально за несколько часов перед нашим эфиром, органы опеки вернули Алексея Ростопшина семье. Его бабушка с дедушкой стали предварительными опекунами, и им предстоит собрать документы для подтверждения этого статуса. Но самое главное, мальчик снова дома. Мы считаем в этом заслугой нашей программы, потому что именно мы обратили внимание на эту проблему. И это здорово, когда ты можешь кому-то помочь. Помочь. Полетели дальше. Сентябрь. Начало театрального сезона. Самая горячая пора для петербургских театров. На это время приходится пик зрительского интереса. И именно сейчас особую актуальность и злободневность обретает одна проблема, на которую обратил внимание режиссер, народный артист России Рудольф Фурманов. Один из самых театральных людей Петербурга, который всегда очень близко к сердцу принимает проблемы, с которыми сталкивается наш театр. Речь идет об антрепризе, которая буквально заполонила все театральные кассы города. Академическим театрам не пробиться через паутину этих дешевых и, как правило, не самых выдающихся продуктов театрального искусства. Вот почему на смену золотому века Ленинградского театра пришло время театрального фастфуда? Когда работают по принципу. Дешево, сердито, быстро и, самое главное, прибыльно. Театра в этом творчестве все меньше, зато денег все больше. Вот что такое чё с гастролёров и почему театральные кассы города переполнены билетами на антрепризы? Куда ушел репертуарный театр и что в этой ситуации делать с его изысканностью петербургскому зрителю? Об этом в репортаже Татьяна Баженовой. Зритель любит театр. Театр любит деньги. Это принцип продюсеров привозных антреприз. В Петербург заполонили спектакли гастролёры с лёгким содержанием и звёздными именами. Попросту говоря, театральная попса. Весело, безвкусно и дорого. Антрепризы вовсе не заботятся о качестве театрального продукта. Сборы становятся важнее. А зритель осознанно выбирает то, что в профессиональной среде называют чёсом. А ведь когда-то Ленинградский театр гремел на всю страну. Большой драматический и мост, который впоследствии назвали, а не найдётся ли лишний билетик. На спектакли Георгия Товстаногова хотел попасть не просто весь Ленинград, весь Советский Союз. Так куда же ушло это эпохальное прошлое? Засилье антреприз сейчас нередко заставляет задуматься, куда делись бесценные традиции Ленинградского театра. Вот, например, хит БДТ. Постановка Товстаногова «Ханума» записана на ленинградском телевидении. Зрители говорят, смотрели спектакль по 10-15 раз. И запомнили на всю жизнь. А вот запомнит ли петербуржцы современный попкорн совсем не факт. Проблему засилья, неоднозначных постановок, чаще всего привезённых из столицы, обозначил народный артист России Рудольф Фурманов. У меня конкуренции нет. У меня никто зрителей не переманивает. Я сейчас заботюсь о воспитании зрителя. Вот, у меня не приходит конкуренции, у меня нет к ним. Просто какой материал они приносят? Это зарабатывание денег. Фурманов призвал на помощь власти. Вот несколько его писем губернатору с просьбой содействовать развитию Петербургского репертуарного театра. Георгий Полтавченко писал подчинённым. Прошу внимательно проработать и принять меры, но остановить коммерцию почти невозможно. Увы, в современном споре искусство или деньги всегда побеждают последние. ДК Выборгский площадка, где идут только антрепризы. Дают маленькие комедии по Чехову. В афише известны на всю страну имена Сергея Шакурова, Мария Аронова и Михаил Полицеймака. На сцене сомнительная драматургия. Последний, 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 последний. Навар такого чёса впечатляет. В Выборгском чуть больше 1300 мест. Билет на выступление звёзд стоит в среднем 3000 рублей. С одного показа театральный продакшн выручает почти 4 миллиона. А москвичей сколько стоит посмотреть? От тысячи до пяти. В антрепризы много приезжает. Много. Когда театр обращается к таким архаичным формам, когда не нужен режиссёр, а всё построено на приглашённых звёздах. Вот это, как правило, отличает вот такие антрепризные постановки, рассчитанные только на коммерческий успех. В антрепризе страдает сценография, музыкальное оформление и много других художественных решений. Но зритель идёт. Зрителю нравится. Очень хочется посмеяться. Ну, и отдохнуть от всех проблем и забот. Хочется отдохнуть и посмотреть на московских актёров. Просто нам понравился сюжет. Давно хотели сходить в театр. Просто отдохнуть. А мы в отпуске, и нам нравятся актёры. Аронова, нравится Шакуров. Во-первых, мы обожаем всех тех актёров, которые играют в данном спектакле. И с удовольствием. Классика есть классика. Антреприза – лишь форма организации спектакля. И раньше это слово не имело негативного оттенка. В постановке участвуют приглашённые артисты и режиссёры. Работу во временных проектах осознанно выбирают и некоторые исполнители. Актёр Андрей Носков покинул Большой драматический театр в 2005-м. С тех пор активно участвует в антрепризных постановках. Спектакли с Носковым идут в Петербурге, где в Москве гастролируют по России. Антреприза всегда пользовалась успехом, потому что она брала на себя тот сегмент театра, который не использует, скажем так, академические театры. Антреприза всегда занимала в том числе, в том числе, вот этот сегмент комедийный, поэтому была всегда востребована, потому что людям нужно иногда и посмеяться. В центральной театральной кассе города на Невском проспекте уверяют, стараются учитывать вкусы всех категорий зрителей. В приоритете расклейка афиш именно городских театров, ведь их предложение более чем объемно. Драма, комедия, опера и балет. Мы ориентированы на государственные театры. Антреприза – это следующий шаг в развитие нашего предприятия и развитие интереса горожан. Поэтому здесь у нас 50 на 50. Но, к сожалению, репертуарные театры нередко проигрывают схватку за зрительское внимание. Давайте как-то выбирать, кого мы приглашаем. Вот выборский ДК, ДК Горького. Давайте какой-то сделаем, ну, там, учащийся фильтр для тебя. Что брать, а что не брать. На полях культуры должны расти разные цветы, говорят критики. Каждому спектаклю свой зритель. Но в городе, где когда-то творили Товстоногов и Владимиров, театральный фастфуд не нужен. Татьяна Баженова, Пульс Города. К сожалению, мы тоже подвержены законам коммерции. Сейчас реклама, она будет идти ровно 185 секунд. Не уходите, потому что после рекламы вас ждет сенсация археологическая. В эфире программа Пульс Города. Я Юрий Зичук. Продолжаем наш выпуск. В Петербурге на этой неделе открылся новый сурдологический центр для детей. Двухэтажное здание площадью 2000 квадратных метров находится на улице Есенина. Здесь есть детские площадки, специальные домики для занятий на воздухе. Внутри кабинета невролога, логопета, педиатра, залы для групповых занятий и бассейн для детей до 5 лет. Игровой зал и много-много другое. Очень важный гуманитарный проект, если учесть, сколько в Петербурге детей страдает заболеваниями органов слуха и речи. Здесь врачи могут принимать до 150 маленьких пациентов в день. Это один из крупнейших в Европе сурдологических центров. В церемонии открытия принял участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Наши дети достойны того, чтобы им создавались самые лучшие условия. И, наверное, символично то, что этот центр открывается не где-то в каком-то новом здании. Он открывается в здании бывшего психоневрологического диспансера номер 4 для детей. Мы его закрыли. Знаете почему? Потому что все больше и больше наших жителей, петербургцев, берут детей из подобного рода заведений, усыновляют их или обеспечивают их опекой. А теперь о других событиях этой недели. Петербург за 78 секунд. Пролетим над 78-м регионом и почувствуем пульс. 78 ударов. Мотор! Петербургский парламент приступил к рассмотрению закона о сохранении льгот всем лицам пенсионного возраста. Согласно предложенному депутатами проекту, пожилым петербуржцам сохранят льготы на проезд в общественном и пригородном железнодорожном транспорте, а также при оплате услуг ЖКХ. Будут зафиксированы дополнительные налоговые льготы и денежные выплаты из бюджета города. Следственный отдел на транспорте проводит проверку по факту столкновения самолета с пожарной машиной на взлетной полосе в аэропорту Пулково. В пятницу около 8 утра самолет авиакомпании «Победа», прибывший из Москвы, задел крылом припаркованный пожарный автомобиль. Воздушное судно и пожарная машина получили повреждения. Никто из находившихся на борту самолета пассажиров не пострадал. Подходит к концу еще одна эпоха легендарного стадиона «Петровский». Сейчас правительство города рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития этого стадиона. Первый – масштабный. Это глобальная реконструкция, но нужен инвестор. И второй вариант – приспособление футбольного стадиона под легкоатлетический комплекс. Такими золотые ворота Екатерининского дворца в Царском селе давно не видели посетители. Специалисты меняют старую позолоту ворот на новый позолоченный декор. Для справки, они состоят из трех тысяч элементов, каждый из которых сейчас пронумерован и над каждым работают реставраторы. Ну и еще об одном событии, оно очень важно для нас, для нашей программы «Пульс города» в Казани. На этой неделе завершился международный фестиваль мусульманского кино. Среди тех, кто был отмечен специальными дипломами, фильм нашего режиссера Юлии Миронова. Юля в дружном редакционном строю нашей программы занимает должность главного режиссера. Еще у нее хватает время на документалистику, не понимая как. И этот документальный фильм «Нация» – это история небольшой этнической группы на севере Удмуртии. Эта народность чудом сохранила свою самобытность, а их лидер желает провозгласить свою новую нацию. Лозунги, речи, выступления за права отдельной этнической группы не решают реальных проблем этих людей, живущих вдали от цивилизации. Одна из героиней – юная собирательница фольклора Мария. Она оказывается в этом бессеремянском поселении для того, чтобы поведать об их уникальной музыкальной культуре за пределами страны. Одним словом, очень глубокий, философский, очень современный фильм о том, как сохранять то, что очень легко, можно потерять и забыть. Картина принимала участие более чем в 15 фестивалях в России и за рубежом. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну а теперь перенесемся в Выборг и продолжим тему наших исторических корней. Дело в том, что Выборг сейчас находится в эпицентре внимания наших археологов. Там проводятся глобальные раскопки на территории Выборгского замка и парка Монрепо. Вот давайте посмотрим на этот увлекательнейший мир, в котором сейчас живут археологи, когда на одном месте они, погружаясь слой за слоем вглубь веков, делают сенсационное открытие. Вот, например, под замком нашли настоящий потайной ход. Быть может, еще шведские рыцари спасались по нему от неприятеля. Очень интересно. Вот, пойдем прогуляемся в XIII век, в эпоху, когда строили на этом месте знаменитую башню Олафа. И посмотрим, какие исторические сенсации обнаружили там наши археологи уже в XXI веке. Репортаж Максима Блендера. Выборг. Скандинавский сосед Петербурга. Город, в котором переплелась история трех государств – шведского, финского и, наконец, русского. Петр только присматривался к болотистым землям у берегов Невы. А на этих 160 квадратных километрах уже кипела жизнь. На улицах города, в замке, даже под замком. Можно? Угу. Башня, в которую надо спускаться, а не подниматься. Этот вход в 35-м году финны заложили и засыпали. Реставраторы только предполагали, где он находится. И, наконец, нашли. Мы начали работу на этой башне больше двух недель назад. Земля была примерно вот так вот, и сверху еще всякий металл какой-то мусорный валялся. Ну, и примерно столько же еще у нас впереди. Давай! Тонны земли, лопата за лопатой, отправляются наверх. И в этом грунте кусочки из разцов, довоенные батарейки, черепица. Этот огромный колодец сразу же породил легенду. Между замком и городом под водой был подземный ход. Но на самом деле это лишь тоннель, построенный в 16-м веке, который позволял выйти на стену к пушкам. Вот арка, и здесь такая уже основательная лестница, то есть она идет еще на нижний этаж. Вот это выход на проход, крытый к воде. И вот здесь, в случае чего, можно было отойти к воде, где стояли пушки, и уже стрелять. Раскопки ведутся на всей территории замка. Никто не знает, что покажет следующий снятый слой грунта. Очередной кирпич с клеймом или еще один подземный ход. Об этом, в отличие от башни, не было ни упоминаний, ни отметок на картах. 7,5 метров. Куда он выведет? Зачем был сделан? И когда? Винный погреб? Холодильник? Путь для отступления? Неизвестно. Специалисты для работы изготовили 3D-модель, но основным инструментом археологов по-прежнему остается не компьютер, а лопата. Находки самые разные. 16-й, 17-й, 20-й век. Маленькие и вот такие огромные. Еще лет 150 назад на этом месте была вымощенная булыжником дорога. Но после войны в замке проживало несколько семей, а земли не хватало. И здесь посадили картошку, завезли грунт. А сейчас снова мостовая, выросшая в буквальном смысле из-под земли. Из-под земли извлекли и этот кирпич с начерченным полем. Развлечение простолюдинов и королей. Мельница. Игру и сегодня можно купить в магазине. Есть и ее компьютерные варианты. Но на таком поле вам вряд ли где предложат сыграть. Судя по размеру и составу блока. 16-й век. Поле выдавили еще на сырой глине и только потом обожгли. Кирпич был в слое строительного мусора. Со всех сторон он имеет следы известкового раствора. Возможно его потом употребляли вкладку. Вообще это очень маленькое поле для этой игры. Возможно это делали дети. Парк Монрепо сейчас тоже напоминает стройплощадку. У берега два больших раскопа. На этом месте стоял дом конюха. В нем хранили лодочный инвентарь. А рядом этим летом археологи обнаружили баню. Примерное время постройки рубеж 18-19 веков. Постройка была деревянная. По фундаменту установили два помещения. В одном стояла печь. Выход направлен к воде. Ясно и без археологов. В 18 веке тоже любили прыгать в воду, выбежав из парной. Археологи здесь обнаружили фрагмент створки печной, чугунной. И я предполагаю, что после того, как все эти материалы пройдут в соответствующие инстанции, они будут переданы нам в музей. И мы сможем показывать тоже их как объекты, как экспонаты. Слой земли в Монрепо тонкий. Всего полметра, а дальше скала. Даже здание здесь ставили без дополнительного фундамента. Раствор укладывали прямо на камень, а дальше уже кирпич. Это остатки павильона Паульштайн. Одно из первых построек в парке. И даже спустя 100 лет нахождения под землей, благодаря скале, здесь все осталось на своих местах. Видно, что здесь было основное помещение, а по бокам две квадратные пристройки, два флигеля. Фундаменты, скорее всего, оставят в таком виде. Рядом могут установить информационные щиты. Но восстановлению находки не подлежат. Во-первых, это дорого. Во-вторых, время ушло. Слишком долго они разрушались под землей. И это еще одна загадка Выборга. А сколько бы все эти удивительные находки пролежали в земле, если бы не раскопки и реставрация? Сколько еще сундуков-богатств скрывают в себе все эти разрушающиеся многочисленные выборгские здания? Которые так долго ждут реставрации, что в них, наверное, уже тоже можно оставлять капсулы времени для потомков. Максима Блендер. Пульс города. Ну, я думаю, что археологи будущего обязательно обнаружат флешку с этой нашей программой и ее посмотрят. Хотя я не знаю, какие у них будут устройства для просмотра. Придели дальше. Теперь мы вам хотим показать одно очень тяжелое интервью. Вот все мы помним, когда ФСБ сообщило о задержании группы террористов, которые готовили взрывы в Казанском соборе. Готовили в день, когда православные отмечают день великому ученицы Варвары. Именно эта святая православие почитается как хранительница людей от насильственной смерти. Именно в этот день этой святой планировался взрыв в Казанском соборе во время молитвы. Петербург 3 апреля уже проходил через страшный теракт. Это должен быть следующий теракт в нашем городе. Но тогда все были поражены тем, что среди готовивших его был петербуржец, 18-летний Евгений Ефимов. Обычный молодой парень, только-только закончил школу, и вот он оказался среди террористов. Как это произошло? Почему он выбрал этот путь? Что сейчас он думает по поводу произошедшего? Сейчас, когда суд уже признал его виновным и вынес ему строгий приговор. Об этом мы поговорили с мамой Евгения, Оксаной Ефимовой. И если после этого интервью хоть одна мама задумается, о чем сейчас занимается мой сын, может ему нужна моя помощь, поддержка, если хоть одна мама задумается, мы будем считать, что наш журналистский хлеб мы едим не зря. Когда вы узнали о том, что ваш сын подозревается в совершении такого страшного теракта, ваши первые чувства, эмоции, что это было? У меня был шок, у меня был жуткий шок. И если честно, я тот момент вообще очень плохо помню, когда мне об этом сказали, потому что у меня не было физически плохо. Ну, я не могу описать это. Это ад был. А вы поверили в это? То, что вам сообщили? Наверное, как мама, я не хотела верить. Нет, конечно. Оксан, в одном из интервью он сказал, что его очень мучили идеологические вопросы. И к этому решению его подтолкнули поиски ответов на эти идеологические вопросы. Он сначала увлекся арабской музыкой. Ни с того, ни сего. То есть, до этого он слушал, ну, как и вся любая молодежь, слушал современную музыку. А потом вдруг он резко начал слушать арабскую музыку. Я когда первый раз ему не дал послушать, я говорю, Женя, а почему ты такую музыку слушаешь? Мне она не понравилась совершенно. То есть, опять-таки, откуда он эту музыку брал? Тоже вопросы я ему задавала. С интернета. И что дальше произошло? Ну, потом вот следующий шаг у него был, когда он сказал, что я хочу принять веру в ислам, стать мусульманником. А он крещеный, его крестили в церкви? Ну, и тут, естественно, как-то я очень сильно, естественно, насторожилась. Я спросила, почему? Ну, он говорил, что эта вера очень красивая. Но настороженность у вас возникла сразу? Конечно, мне сразу. Вы стали расспрашивать. Так, как так? Да, вопросов было очень много. Он какие-то моменты злиться начинал, что слишком много вопросов задаю ему. Вы его пытались вызвать на такой откровенный разговор? Ну, сынок, давай поговорим. Да, да. И что? Чем закончил? Ну, замыкался. Оксана, а что потом? Ну, затем он отказался от свинины. Он сказал, свинину я есть не буду, я отказываюсь от этого мяса. И потом как-то вот он уже стал совсем у нас меняться. То есть, стал какой-то более скрытный. На многие вопросы он не отвечает, он замыкается. И вот постоянно вот эти соцсети, соцсети, соцсети. И я у него обнаружила две группы, на которые он был подписан. Естественно, я все почитала в этих группах. Высказывания мне очень не понравились. Что это за высказывания? Ну, пример. Мы вас вовлечем так, что вы этого даже не заметите. Мы вас вовлечем так, что вы даже этого не заметите. Да, что вы этого не заметите. У меня тоже знакомых очень много мусульман, и когда я задавала вопрос, что есть такие, может быть, в Коране какие-то высказывания, может, оно что-то означает. Мне говорили, что именно конкретно в Коране такого нет. И я сразу же в интернете нашла номер телефона, куда обращаться, если видите, что вашего ребенка вербуют. Изначально я писала сначала администрацию, группу ВКонтакте объясняла, но они мне писали, что ничего не там такого. То есть, соответственно, мы запрос... То есть вы пытались через администрацию ВКонтакте без сети пробиться, а те отвечали... Да, что мы ничего там не увидели, как бы для нас эти высказывания как бы никакого там смысла не несут. Никакой угрозы не представляет. Да, никакой угрозы не представляет. Естественно, я позвонила в Федеральную сушенную безопасность и коротко объяснила ситуацию, что вот ребенку столько-то лет, что мы христиане, православные, что вот у нас сейчас вот ребенок меняется. То есть, и вот он подписан на такие группы ВКонтакте. Что вам ответили? Попросили мой номер телефона, попросили номер телефона сына моего, адрес проживания, фамилии отчества и, по-моему, ссылка на его группу ВКонтакте. В смысле, на его страницу ВКонтакте. Я предоставила всю информацию и через два дня я обнаружила, что эти группы, обе, были закрыты прокуратурой Российской Федерации. Но силовики уже, я так понимаю, стали наблюдать, да, за Женей? Ну, я думаю, что, ну, да. А перед этим звонком силовикам вы еще раз пытались с Женей как-то поговорить? Конечно. Пустые глаза, молчание. На тот момент он уже замыкался. Он все время увлекался интернетом, мониторингом соцсетей? Начиная с 9 класса он был постоянно в интернете, потому что для него была мечта это поступить на химический факультет. Он очень увлекался химией, он обожал химию. И английский язык. Те, кто пытались его завербовать, они наверняка, изучив его портрет социальных сетей, знали, что он увлекается химией, он знает основы химии. Да, потому что у него партизи были... Для них это представляло интерес. Конечно. Если продолжать вот эту цепочку событий, в планах был взрыв Казанского собора, представляли себе это? Вот чем это могло закончиться? Или вы так интуитивно дистанцировались и не хотели даже думать об этом? Это я очень часто пыталась думать об этом, но у меня как-то сразу, как вы знаете, как заслонка в мозгу и все, не хочу об этом думать. Потому что у меня даже, честно, даже до боли начинает тело с другой сводить. Женя извинился. Вот это знаменитое его обращение к петербуржцам с просьбой простить его. Это, я считаю, очень мужественный поступок. Вот, как вы думаете, что сподвигло его на вот такой шаг? Это действительно было искренне сказано, зная своего сына. Это можно расценивать как раскаяние? Это не можно, это так и есть. Он же меня долго мамой не называл, перестал называть. Перестал называть мамой? Да, он меня перестал называть мамой. Ну, тогда вот я приехала, к нему на свидание, у нас там мама, я очень себя люблю. То есть он опять стал называть вас мамой? Да. Какой урок, какой опыт вы бы могли передать вот тем, кто вот сейчас смотрит это интервью, вот родителям? Что? Вот как мать? Что бы вы им сказали? Любить детей своих, следить за их поведением, за изменениями в поведении. Нужно обязательно общаться, обязательно разговаривать и не оставлять ни в коем случае ребенка одного. Общаться, любить, пытаться понять ребенка. Вот три вещи, которые должна делать каждая мама. Надеюсь, что вот после этого интервью, ну, может быть, если хоть один там мальчик задумается, или хотя бы одна мама лишний раз возьмет сына за руку и попробует с ним поговорить, я считаю, что вот наше интервью мы записали не зря, и я считаю, что вот то, что вы так искренне, откровенно нам говорили, это мы тоже делали с вами не зря. Ваша сила. Спасибо. Да, так оно и будет. Так оно и будет. Это точно. Спасибо. Ну и еще одно событие, мимо которого мы не могли пройти стороной, все. Наконец-то в Петербург пришла настоящая петербургская осень. Хватит нежиться в солнечных лучах ушедшего теплого лета. Петербургская погода на этой неделе вновь напомнила нам о том, что мы живем в самом северном городе Миллионники. Ветер, дождь, молнии, дождь, дождь, молнии и град. Все это было на неделе. Стихия бушевала два дня. Ветер, порывы которого местами достигали 20 метров в секунду, ввалил деревья, срывал железо, скажешь, а на Российском острове выпал град. Вот смотрите, какой град обрушился на нас. Ну и самое эффектное видео удалось заснять жителям Приморского района, когда разряд молнии попал в башню Лахта-центра. Вот просто живая картинка из романа Стивена Кинга Башня. Вот зрелище. Самый высокий громоотвод в Европе теперь шутит по этому поводу. Ну и эти капризы стихии стали поводом для очередной нашей рубрики кино «Песня Ленинграда». Ленинградская погода так же неизменно сурово, дождливо и туманно, как и очарование нашего северного города. Неба в туман закукала мосты Оделся Невский серый макинтош Я знаю, что сегодня где-то ты по городу осеннему идешь Туман пройдет и над седой Невой Раскинет небо снова осенний Субтитры создавал DimaTorzok А наем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сказать вам это Ваше право Ведите знать, чем живет великий город наш долг Я Юрий Зинчук Всего доброго и хороших новостей ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ Корюшки Ньюз в студии Катя Рыбкина Прошедший во Владивостоке 4-й Восточный экономический форум с участием Владимира Путина вызвал огромный политический резонанс на Западе Встречи российского президента с лидерами таких стран как Япония, Южная Корея и, конечно же, Китай не могли не остаться незамеченными в Европе И вот как отреагировали европейские коллеги Путина на его неожиданный стремительный разворот с Запада на Восток Не сразу все устроилось Москва не сразу строилась Слова Москва не верила Доверила любви Лидеры двух стран прибыли на дальний вагон В начале выпуска о Восточном экономическом форуме Давайте заключим мирный договор ну, не сейчас, но до конца года без всяких предварительных условий Он больше не придет Он больше никогда не придет Господи, откуда ты взялся? Ты же одним несчастьем мне приносишь Да я-то тут при чем? Что я такого сделал? А что вообще в мире делается? Стабильности нет Террористы опять захватили самолет Эх, а где же теперь моя сборная чемпионат мира по футболу выигрывать будет? А мне что с этим новичком теперь делать? На кого мне теперь все мои беды сваливать? Кого в отравлении Скрипалей обвинять буду? Слушай, ну, может, ты оставила бы свою гордость да сама бы к нему съездила Какая гордость? Я бы на них это накрасил я-то Господи, какая ты счастливая А что ты все говорила в нашем возрасте влюбиться невозможно там в человеке все недостатки ведь журналы какие-то там нам зачитывала А у него нет недостатков Он самый лучший человек на свете Вот такой парень Предлагаю дружить с домами Согласен встречное предложение дружить с семьями Мы тоже поддерживаем идею У нас тут скоро юбилей будет 30 лет, как Шанхай и Петербург города-побратимы Так что в следующий раз на берегах не выстретимся Есть Петербург, окно в Европу А будет еще и ворота на восток Наш выпуск закончен До новых встреч в эфире телеканала Санкт-Петербург Мы расскажем то, о чем вам никогда не сообщат официальные СМИ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»